Это информационный тележурнал «День за днём» о самых заметных событиях. Вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени» и я, Рената Булхаиров. Здравствуйте. Начался осенний призыв. Тобольский район должен направить вооруженные силы Российской Федерации около 170 юношей в возрасте от 18 до 27 лет. Служить сибиряки будут во всех видах и родах войск. При выборе места службы учитывается желание призывников. Три человека уже отправились служить в президентский полк. Ещё двое проходят призывную комиссию. В первую очередь учитывается состояние здоровья, уровень образования и морально-деловые качества. Но несмотря на то, что служат граждане России всего один год, уклонисты всё же есть. В этом году по результатам весеннего призыва мы в следственные органы отправили 7 материалов. На основании 7 материалов уже по 4 нарушителям вынесено решение судом, привлечены к ответственности уголовной. По 2 отказ пришёл, а один ещё на рассмотрение. В суде вернее, может быть. Ещё суд не рассматривал. Осенняя призывная кампания продлится 3 месяца и закончится 31 декабря. В Тобольске появится улица Ивана Беспалова. Имя земляка, героя Советского Союза, решили увековечить члены исторического совета. Они же сегодня обсудили ещё один масштабный проект. К 75-летию Великой Победы в городе появится стена народной памяти. С подробностями Ольга Куричко. В Тобольск Сергею Татлинову стал родным. За последний месяц он посещает город в пятый раз. Здесь он готовится воплотить в жизнь мемориально-скульптурный ансамбль «Стена народной памяти» Тоболяков Бессмертный полк. Здесь разместятся, вот в этих газонах, разместятся стеллы Героев Советского Союза. Среди уроженцев города 9 Героев Советского Союза и один полный кавалер Ордена Славы. На этом поклонном месте увековечат их и всех тех Тоболяков, кто защищал Родину. Я сторонник таких психологических историй в бронзовом произведении. Там должны появляться не просто замечательные люди, а за каждым из них должна быть какая-то человеческая история, которая понятна сегодняшним поколениям живущих. Площадь Вечного Огня полностью преобразится. Проект обсуждали в администрации члены исторического совета. Стена народной памяти шириной 6 метров позволит разместить фамилии 3,5 тысяч Тоболяков. Используя все техники барельефов, мастера из Екатеринбурга изготовят 30 реальных портретов. Мало кто знает, что один из Тоболяков, который учился в нашем заветеринарном техникуме, полный кавалер Ордена Славы, Кутепу. Вот мы его тоже предложили внести, значит, вот меморальную доску поставить на аллею Славы, которую вот сейчас мы обсуждали. Потому что о нем тоже мало кто знает. Монумент задумали на века, с размахом, не скупясь, обсуждали все до последней детали. Нам не нужна просто бронза, нам нужна история, сказал глава города Максим Афанасьев. Да на неделю, чтобы утвердить персонали земляков. Я очень рада, что кроме музея, ребята 41-го, учителя, герои Советского Союза будут навечно оставлены здесь. Уйду я из школы, а они останутся здесь. Ну, я предложила Леонида Васильевича Журавлева, директора школы 41-го года, потому что он ушел с ребятами на фронт. Дальше, вот он уже сказал, Михаил Никитича Вешкурцева, потому что в школе учится его внук. Дальше, ну, конечно, сестры Хакорин и Нина, и брат Гай, потому что он уехал почти на первом пароходе отсюда. Эпиграфом к монументу авторы взяли высказывание Ванги. Россия станет великой, когда мертвые восстанут из могил и станут в один ряд живыми. Свои предложения могут подавать и члены общественности города. 1 ноября мастера приступят к лепке. Открыть монумент планируют 9 мая 2020 года. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. К другим темам. В Тобольске состоялась презентация учебно-тренировочного мобильного полигона «Сигур-4». Тренировочная конструкция набирает России популярность. В городе, где ведется масштабное строительство, такое оборудование очень кстати, так как на нем можно отработать практические навыки. В этом убедилась Наталья Китова. Многопрофильный учебный центр «Сигур» – одна из ведущих образовательных площадок по подготовке кадров для промышленных предприятий. Его эксперты организуют и качественно проводят все виды обучения на современном оборудовании. Отрабатывать навыки тобольские специалисты смогут на специальном тренировочном мобильном полигоне «Сигур-4». Он действительно компактен, он имеет довольно небольшую площадь, соответственно, мы можем его расположить в любом производственном цехе, на любой производственной площадке. И таким образом он становится универсальным. Благодаря облегченной конструкции полигон весит достаточно мало, если мы будем сравнивать с аналогами. Сборка-разборка занимает… разборка полигона занимает 4 часа, ну и сборка примерно это же время. Первый такой полигон был установлен на Дальнем Востоке в Амурской области. Там свой функционал он отрабатывает сполна. Второй полигон расположен в Тюмени. Теперь есть такой и в Тобольске, на территории бывшего кирпичного завода. Данная площадка предоставлена нам компанией «Альянс охрана». Здесь планируется в дальнейшем, помимо размещения нашего учебно-тренировочного полигона, еще и полигонов по подготовке специалистов-охранников, водителей. То есть здесь перспективная площадка развития именно учебно-тренировочных мероприятий. Главная цель обучения на полигоне – снижение травматизма на предприятиях и повышение уровня профессионализма рабочих кадров. Здесь можно отработать навыки для более чем десятка профессий, а значит качественных специалистов в нашем городе станет намного больше. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Деловой партнер программы «День за днем» – ярмарка «Меха Гермес». «Гермес» – качественный мех, выгодные акции. 9 октября в ДК «Речник» – меховая ярмарка «Гермес». Качественный мех, выгодные цены, скидка до 60%, кредит до 3 лет. Коллекция женских и мужских дубленок от 15 тысяч рублей. Сменим старое на новое. Тобольская дзюдоистка Любовь Орлова вернулась с мирового чемпионата. В Казахстане на соревнованиях под дзюдо среди кадетов спортсменка в составе сборной команды России взяла бронзу. Люба уже полноправно может назвать звездой спорта не только в Тобольске, но и в области. О своих спортивных планах и о многом другом рассказала она нашим корреспондентам. Такого уровня соревнования в жизни девушки впервые. И эмоции каждый раз новые. Юная спортсменка раз за разом берет призовые места и показывает все лучшие результаты. Силы дает поддержка близких и родной уголок Тобольска. Живет дзюдоистка не в самом спокойном районе. На тренировке ездит из-за обрамки. Бывает ли страшно вечером по улице, до остановки, может быть не обязательно даже под горой. А ты опасаешься вообще прогуливаться или ничего не боишься? Ну да, бывает страшно, если одна иду вечером. Вот если от остановки до дома, то я просто быстрым шагом иду и не оборачиваюсь. А почему так? Ты же владеешь всеми приемами, физической силой, на таком уровне соревнованиях побеждаешь. Ну все равно страшно. Что темно, я одна. Ну, согласна, осторожничать нужно в любом случае все-таки, наверное. То есть в жизни не применяла ни разу свои силы? Нет, слава богу, нет. И надеюсь, не придется никогда. Главная заповедь настоящего дзюдоиста – никакой грубой силы в жизни. Тренер, как утверждает девушка, тоже человек добрый и мягкий. Но на занятиях строк и вариантов филонить не оставляет. Скажи, вот если все-таки получится такая ситуация, какой-нибудь бандит, преступник, сзади напал, им, может быть, не сзади, там, как вот себя ввести-то в такой ситуации, что делать? Кричать, орать за полость. А как же приемы? Биться, толкаться. Может быть, покажешь там. Не умею, я только вот бросать у меня технику дзюдо. А так бить я вообще ни разу не дралась. У меня там все дико для меня. Зато на татаме Люба раз за разом показывает класс. У меня уже есть определенная мечта, цель, и вот я иду к ней. Что за мечта, расскажи. Это не только мечта, это и моя цель, самая большая, самое главное – выиграть на Олимпийских играх. Девушка предпочитает спортивный стиль и в повседневной жизни. Косметика редко и по минимуму. Ну, для меня это не так важно, поэтому так только, если в школу иду, ну, или на какое-нибудь мероприятие, а так в основном не крашусь. То есть вообще предпочитаешь, естественно, получается? Ну, я брови краской, а на неделю они стираются, и все, а так ты больше что красишь. Брови только. Так, хожу только дом и тренировка, поэтому как бы смысла нет краситься на тренировку, все, все сотрется. Ежедневно по две тренировки. Люба говорит, что получает удовольствие от занятий дзюдо. Да и улыбка, с которой она рассказывает о спорте, не обманет. Практически все в жизни с ним связано. Друзья тоже в основном дзюдоисты. Свободного времени, конечно, маловато. Хотя, когда выдается минутка, девушкой не прочь почитать. Ну, из последнего читала Хабиб Тайм. Вот, дочитала. Прикольно. Понравилось? Ну да, Хабиб о себе рассказывает. То есть и читаешь о спорте? Ну да. Вот что-нибудь люблю такое там. Спорт, психология. Вот так всю энергию и силы в спорт. С таким напором недалеко и до Олимпийских игр. А следующее соревнование уже на носу. На предстоящих выходных первенство Уральского округа – это еще и отбор на всероссийские соревнования. Мы желаем любви новых побед и исполнения заветной мечты. Анастасия Плюснина, Михаил Куричко. Тобольское время. И у меня на этом все новости. А далее информация о том, порадует ли нас погода. Спонсор прогноза погоды – Центр молодежного и инновационного творчества «Тобольск Политех». ЦМИ реализует образовательные программы инженерной направленности на базе Тобольского педагогического института. Школьники и взрослые могут узнать подробную информацию по телефону 23 49 40 или в группе ВКонтакте «Тобольск Политех». В Центре молодежного и инновационного творчества «Тобольск Политех» новый учебный год. Открыта запись на курсы по 3D-технологиям, лазерной резке, электронике, программированию Ардуино и робототехники Лего. У нас найдется занятие для учеников любого возраста. Звоните и записывайтесь. Телефон 23 49 40. 10 октября в Тобольске ожидается похолодание. Днем 7-10 градусов, ночью около 5. Ветер западный 2 метра в секунду. Облачно и дождь. Редактор субтитров А.Семкин